ВОВА Первый заезд чемпионата России с зачета 1600 просто напитывал ожиданием интриги. Михаил Симонов номер 12, Олег Жаворонков 9, Алексей Савин 66, Михаил Дралин 58, Рифат Галямов 8. Состав что надо. В старт. Поехали и быстрее всех Симонов. Но второй волной широким фронтом накатили Савин и Дралин. А Жаворонков отставал на корпус, но по-грасмейстерски сместился внутрь и наверх уже прошмыгнул мимо Симонова. А тут же и Галямов подострел базу, жестко отпихивая чемпиона за собой. Лидер Дралин. Жаворонков по внутренней дуге отдавливает Савина, пробираясь на второе место. А позади Симонов контратакует Галямова, но восьмой номер цепко держит четвертую позицию. Жаворонков недовольствует с достигнутым, спуртует на прямике и перехватывает место во главе беспокойного пелотона. За ним Дралин, Савин, Галямов и замыкающим Симона. А вот это начало, но еще не все. И Галямов без сантиментов атакует Савина, пробиваясь на третье место. За ним Симонов и караван мчит во весь опор, отмеряя второй круг. За минусом шестьдесят шестого номера он паркуется в бруствере. Позиции, достигнутые к третьему кругу, наконец-то удовлетворили амбиции первой тройки. А вот Симонову такое, конечно, не нравилось, но повлиять на это он уже не мог. Финиш первым встречает Жаворонков, второй Дралин, третий Галямов, четвертый Симонов. А Савину надо спешить с ремонтом. К старту второго заезда Алексей привел машину в порядок и присоединился к Айдару Нуриеву, номер 48, Роману Юнкуну, 97, Сергею Соболеву, 55 и Олегу Жаворонкову. И по сигналу продемонстрировал, что у него все в порядке, энергично разгоняясь. Его порыв подхватили Жаворонков и Юнкун. И девятый номер первым зашел на вираж, а вот 97-й тормознулся выступ Бруствера и оказался на третьей позиции. Четвертым двигался Нуриев, пятым Соболев. А Жаворонков, так удачно проведя дебютную фазу, лидером в полный газ мчался по дистанции. Он и на квалификации был хорош, и здесь не сплоховал. Савин также отметился приличным временем на хронометрируемых тренировках, так что заезд развивался согласно табеле о рангах. Олег Жаворонков поддерживает вторую победу и закономерно становится во главе турнирной таблицы. 8 очков, без потерь. Савин финиширует вторым, Юнкун третьим. А Нуриеву и Соболеву есть над чем подумать. Савин ударным началом стартовал и в третьем заезде, где дебютировали Максим Солдатов номер 25, Раис Миниханов 62. И за компанию Юнкун и Симонов. Солдатов быстро выкатил, но что-то намудрил с переключением и остался позади группы, возглавляемой Савиным. За лидером Миниханов и Симонов. И между ними активно вклинивается Юнкун. Но при заходе на вираж его чуток подвигают, и Роман влетает в брустер, прилетняясь на крышу. Какие уж дальше гонки. Стоп. В полном составе пилоты отправляются на вторую попытку. Стартуют ровненько, и все решает вторая фаза разгона. Лучше других исполняет Юнкун. А за ним на вираже идет фасовка позиций, продолжаясь в сложной эске. Ее прямо-таки виртуозно одолел Симонов, вырываясь на первое место. За ним смыкают ряды Юнкун и Солдатов. Но Савин, отпихивая 25-го номера, пробирается на третью позицию. И следом в шпильке пытается раскачать Юнкуна. А за ним Миниханов атакует Солдатова и занимает четвертое место. Все эти волнения не касались лидера. Симонов работал на дистанционный отрыв. Вот если бы еще довес не мешал. На длинных прямяках местного ипподрома он был особо чувствителен. Позади ошибкой Миниханова воспользовался Солдатов. А впереди Юнкун как мог сдерживал натиск 66-го номера. И все-таки в шпильке второго круга Савин продавил соперника и устремился в погоню за лидером, которая выглядела безнадежной. Но после крутых виражей эски Алексей уже вплотную за Михаилом. А Солдатов между тем обгоняет 97-го номера. Ох, как все завертелось. И в шпильке Савин проводит успешный атакующий маневр и, опережая Симонова, первым летит к финишу. Солдатов третий, Юнкун остается четвертым. Но судьи штрафуют Савина одной секундой за опасную езду и победа в заезде переходит к Симонову. А как же аппарат открытия? С этим все нормально. Поднятие флагов России и Татарстана, представление участников и приветственные слова никто не отменял. И снова по машинам. В четвертый заезд отправляются Соболев, Дралин, Симонов, Юнкун и призванный из запаса 46-й номер Расуль Миниханов. Борьбу на стартовом разгоне повели Дралин, Симонов и Юнкун. И быстрее всех к виражу оказался 58-й номер, захватив лидерство. А Юнкун заехал широко и его вдоль бровки обогнал Соболев. Расуль Миниханов замыкал. Дралин держался очень уверенно, по-хозяйски. И Симонову не удавалось к нему приблизиться. И три дистанционных круга определяют первую победу Михаила. Его тезка финиширует вторым и набирает 8 очков вровень с Джаворонковым, но гонкой больше. А за третье место до финиша состязались Соболев и Юнкун. Пятый заезд начинали Савин, Расуль Миниханов, Голямов, Солдатов и Соболев. 66-й номер сразу помчался на корпус впереди всех. Вторую позицию занял Соболев, вроде бы наладив старты. А на третий к виражу определился Голямов. Но Солдатов атакует вдоль бровки и обогнав восьмого номера наваливается на Соболева. И в узкой связке пошла такая толчья, что Голямова чуть не затолкали на брустер. Но Рефат справился с давлением и выдвинулся на вторую позицию, возглавив боевитую группу, из которой, теряя ход, выпадает Соболев. А Солдатов, не заметив выступ, ловит крышу, эффектно скользя к трамплину брустера. Но инерции для прыжка не хватило. Заезд остановлен, что весьма на руку Соболеву. Есть время заменить привод. Попытка номер два развивается по схожему сценарию. Савин уносится вперед. Вторую позицию после небольших разбирательств занимает Соболев. Третью Голямов. И опять к дележу подключается Солдата. И снова толчья в горловине эски. Но на сей раз не повезло Голямову. Он оказался после всех. Савин уверенно впереди. За ним Солдатов, Расуль Мениханов и Голямов. А Соболев останавливается в том же месте. Не дочинился. На этом многочисленные приключения двухсерийного заезда закончились. Алексей Савин выигрывает. И набирает 10 очков. Становится лидером соревнований. Потеряно, конечно, многовато. Но все же. Солдатов финиширует вторым. Расуль Мениханов третьим. Соболев оформил сход. И шестой заезд стартовал вчетвером. Жаворонков и Дралин провели спорт за первую позицию. Солдатов и Раис Мениханов за третью. Девятый номер. Первым заходит наиподромный и Веско виражей. А выходит уже вслед за Дралином. Михаил настроил очень серьезно. Но Олег также не намерен уступать. И заняв выгодную траекторию, атакует в шпильке, возвращая привычную первую позицию. Порядок на второй круг. Жаворонков, Дралин, Раис Мениханов. Солдатов. Лидерство девятого номера никого не удивляло. И кое-кто приготовился отметить в таблице очередную победу Олега. Но они недооценили чемпионат России по ледовым гонкам. Жаворонков с весовым преимуществом в три корпуса перед Дралином отправляется на завершающий круг. Третью позицию у 62-го номера отобрал Солдатов. В ипподромном Раис ему об этом в жесткой форме напомнил и вернул себе позицию. Жаворонков уверенным лидером готовится к финишу. И в этот момент Дралин спуртует шпильки и атакует зеркально отработав моем соперника. Две машины вровень несутся к финишу. Но корпус преимущества фиксирует Михаил Дралин. И эта трудовая победа уравнивает показатели соперников по 11 очков. В турнире двоевластия. И в седьмом заезде 58-й номер получает реальный шанс единолично возглавить таблицу. Рядом Янкун, Солдатов, Галямов и Муриев. И спор за лидерство на разгонный прямой парелин Дралин и Янкун. И увлекченно продолжали на вираже. Роман придавил Михаила к бруссеру, но дал возможность нагнать Солдатову. Стык и две машины летят в сугроб, но Максим возвращается на колесах, а Роман во второй раз оказался на крыше. Гонка остановлена. И пока суть до дела. На старте восьмой заезд, где спор за лидерство на этапе собираются вести однокомандники. Савин и Дралин. Вместе с ними Раиса Расульминиханова и Айдар Нуриев. Но на разгоне все предварительные расклады смешал 62-й номер. Быстрее всех отдали прямую и лидером скручивая и подробный. Дралин за ним. Савин третий. Далее Нуриев и Расульминиханов. В связке виражей преуспел Савин и выдвинулся на вторую позицию. Немедленно организовав преследование лидера и попытался сходу в шпильке обогнать, но не сработало. Раис удержал динамику и при заходе на второй круг сохранил преимущество. Дралин третий, а Расульминиханов обогнал Нуриева. 62-й номер лидирует. Савин неотступно за ним, выбирая момент для атаки. Вот и шпилька, вот и атака. Да так жестко, что зеленую машину размотало. И на вторую позицию успевает проскочить Дралин. Но Раис уже собрался и бросился в погоню за соперником. И при заходе на вираж действовал просто беспощадно, пока окончательно не перевернул соперника. Судьи аннулировали результат 62-го номера, определив итог на момент остановки. Савин и Дралин набирают по 14 очков, лидеров турнира по-прежнему двое. А в девятом заезде ожидалась битва гигантов Олега Жаворонкова и Михаила Симонова. Но и про Айдара Нуриева, Расульминиханова и Максима Солдатова никто не забывал. И здесь все пошло не по прогнозам. Жаворонков сумел разогнаться быстрее и захватил лидерство. А Симонов оказался втянут в изнурительные разборки с Айдаром Нуриевым. 48-й номер ни в какую не хотел уступать вторую позицию. А когда Симонов с ним все-таки сладил, подключился Расульминиханов. И снова здорово. Симонов бульдозером оттягивает 46-го номера. А тут как тут опять Нуриев. И очередная порция упорнейшего соперничества. Жаворонков тем временем по чистому льду укатил в недосягаемый отрыв. А противоборство 48-го и 12-го номеров вступило в решающую фазу. Две машины несутся вровень и места не хватило Симонову. Он бороздит бруссер, да еще и Солдатова невольно тормозит. И мимо них проскочил Расульминиханов. Жаворонков спокойно финиширует. И 15 набираемых очков утверждают его лидером турнира. Нуриев второй. Расульминиханов третий. А Солдатов перед самой чертой уступает Симонову зачетный балл. А мы виртуально возвращаемся в прошлое. Очередной рестарт седьмого заезда. Где у Михаила Дралина остается возможность замахнуться на победу. А для второго места достаточно набрать всего один балл. И на разгоне все нормально. Лидерство захватил Роман Юнкун. Но и вторая позиция для 58-го номера вполне сносный вариант. Тем более, что соперники Солдатов, Галямов и Нуриев, увлеченно соревновались между собой. Но идиллия не продолжалась и круга. Разбитое после кувырка ветровое стекло снижало обзор до минимума. И поначалу Михаила обогнал Галямов. А затем последовала атака Солдатова. Провоцируя ошибку и зацепив бруссер, Дралин исполняет подскок с проворотом. Визуализация краха честолюбивых планов. Роман Юнкун одерживает свою первую победу. Галямов финиширует вторым. Солдатов в третьем. И на старт 10-го заезда Олег Жаворонков выезжал в ранки досрочного победителя четвертого этапа. Его уже никто не мог догнать. Выиграв разгон у соперников Янкуна, Галямова и Расуля Мениханова, 9-й номер накрутил три дистанционных круга почета и протокольно оформил лучшую сумму в 19 набранных очков. Первое место в заезде и на этапе. Роман Юнкун финишировал вторым, Рифат Галямов в третьем. Как и года два назад на Кубок Салавата, это традиционная голка, был вытворитель фонда, Слава Закич, Красавчик. Мы также повторили дубль, выиграли в классе свободного, в классе 1600. Сегодня у моей мамы дни рождения, маму ли с днем рождения, победа для тебя и для моей семьи, которая сегодня приехала нас поддержать. Всем спасибо большое. В 11-м заезде осталось трое из пяти заявленных участников. Михаил Симонов получил возможность расквитаться со своими соперниками Айдаром Нуреевым и Рифатом Галямовым. Что и сделал, сразу укатив в отрыв. А 8-й и 48-й номера еще успели активно пободаться друг с другом. Симонов побеждает, но до призов дотянуться уже не может. А вот 2-е и 3-е места предстояло определить в перезаезде Алексею Савину и Михаилу Дралину. Сюда претендовал и Симонов, но судьи после длительного рассмотрения его претензии отклонили. И под бронзой заходящего солнца 55-й и 48-й номера устремились по дистанции. И лидерство, между прочим, захватывает Михаил Дралин. С его стекольными проблемами это было особенно важно. И соперничество шло без дураков. По-настоящему. Даже контактная борьба присутствовала. Дралин лидировал почти два круга. Но Савин все-таки подкараулил возможность атаки в излюбленном месте. Перехватил преимущество и завершил гонку вторым призером четвертого этапа. Михаил Дралин занимает третье место. Были шансы забраться хорошо, поэтому я с хорошим боем занял третье место. А первое оставил на потом. Будет еще время. Ходили слухи, что видимость ухудшилась. Стекло как-то. Ехал с закрытыми глазами? Да. Зато не страшно, наверное. Было не страшно, но куда ехать было не видно вообще. И вот этих очков не хватило до первого места. Что, начинаешь привыкать к приятному постоянству, да? Призеры? Уже потихонечку, да. Но опять та же самая проблема, потому что на прошлом этапе в Тольятти первый заезд очень многое подкосил. Следующий получилось более-менее проехать хорошо. И именно для моего результата повезло, что Миша Дралин последний заезд чуть-чуть вытолкнули его на косячку. Дело не в этом. И из-за этого мы сравнялись по очкам. И был довольно серьезный, вроде как интересный со стороны перезаезд за второе место, который я выиграл. Ну а сегодня продолжил свое победное шествие и выиграл этот этап в топовом классе российских летовых гонок. Конечно же, речь идет о представлении команды Камо Таймс, дольщики из Нижнеканска, Олеги Шавренкове. Это победитель! Сразу в двух классах по ходу этого уекента. Свободным и в 1600. Великолепное выступление на Томашском этапе Олег на вершине подиума и в его честь бурные аплодисменты! Первый заезд, первое место через первое претенство это Олег Забрызов. Абсолютно жестокий, конечно, Олег, я думаю, четвертая этапа чемпионата и кубка страны Кубка Раврии Академии Раврии Академии Раврии.